Совершенно очевидно, что действия санкций еще не почувствовала страна, совершенно очевидно. То есть санкции, основные санкции ударят по большинству граждан, я думаю, что там, начиная с июня, может быть, даже с июля, потому что некоторые санкции вводятся даже с августа, надо понимать. Будет инфляция, будут дорожать лекарства, и людям нужно будет что-то предъявить. А если ты им не предъявляешь каких-то военно-геополитических успехов, то в какой-то момент рейтинги все пойдут вниз. И даже замеры Левада-центра показали, что за последние два месяца количество людей, поддерживающих так называемую спецоперацию, они именно это слово используют, чтобы не пугать уж совсем людей, потому что, как ты говоришь, когда ты только начинаешь спрашивать про войну в Украине, люди перестают общаться. Так вот, даже за последние несколько месяцев, два месяца, уровень поддержки снизился, по-моему, чуть ли не на 15%. Вот те, кто активно поддерживал эту спецоперацию в самом начале. Так что для Путина вообще я не вижу никакого хорошего выхода. И чем дольше российская военная машина, поломанная, так сказать, сворованными запчастями, колесами и так далее, чем дольше она завязнет в этой войне, тем быстрее она просто придет к краху. Даже сейчас уже военные эксперты говорят о том, что более половины ракет уже использовано, и неизвестно, есть ли там еще какие-то количество танков потеряно, количество военной техники. То есть просто в какой-то момент от этой машины ничего не останется. И это рано или поздно Путина предъявит. Если, может быть, не сразу граждане предъявит, то, наверное, предъявит какая-то часть элит, которая сейчас вынуждена просто терять все из-за совершенно глупой преступной войны, у которой нет никаких причин, кроме тех, которые возникли в больном воображении обезумевшего диктатора, президента войны. Так вот, президент войны, он начинал как президент войны, я думаю, что он и закончит как президент войны.